Был такой странный момент в моей жизни, почти год, когда я был общественным советником правительства России. На общественных началах я был делегирован в этом качестве как представитель российского союзопромышленного предпринимателя. Я был сотрудником этого союза, меня делегировали. Я ходил на... Правительство тогда кто возглавлял? Гайдар, 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 да. Я практически все время, пока Гайдар был в правительстве, я ходил на заседание. Чубайс меня выгнал уже, когда был черномырден. И Чубайс запретил меня приглашать. Как ты выгнал? В прямом смысле, я пришел на очередное заседание правительства, ввелся заседание Черномырдена, а у Черномырдена была такая схема, он выносил на обсуждение повестку к вопросу сегодняшнего состояния российской экономики и просил всех приглашенных экспертов, я там был не один такой, внешний эксперт, высказать, что они думают о том, как это выглядит, что надо делать. Я, соответственно, выступил по проблемам приватизации, после чего взлетел Чубайс и закричал, что вот таких, как Липсис, допускать заседание правительства нельзя, потому что эксперт правительства обязан полностью разделять идеологическую линию правительства. И он потребовал, чтобы Черномырден меня немедленно изгнал и больше никогда не приглашал. Но Черномырден, знаете, человек такой самостоятельный, он меня не выгнал в тот раз, я заседел до конца, но больше ни на одно заседание меня не приглашали, я перестал в этом участвовать. Ну, так что, в общем, нет, ни одно из решений, которое я предлагал, не было реализовано, и вот авторство себе ничего приписать с 90-х годов не могу. Оппозиция, да, я писал очень много докладов, мы анализировали то, что делало правительство, мы разговаривали с промышленниками, мы пытались найти какие-то компромиссные решения, чтобы не так сильно рушилось, но это все отторгалось. Чубайсом, Гайдаром, их коллегами, это все отторгалось, ничего из моих идей не было реализовано, так что я спокойно ушел из науки в конце 20-го века, больше не занимался этим, занимался только преподаванием. Мы сейчас имеем некоторые подробности про грядущий бюджет, какие-то добрые люди слили информацию, мы еще не знаем точно ли, но есть, ну, в общем, с определенной степенью уверенности мы можем сказать, что он точно будет очень военным, максимально военным, и даже, наверное, он во многом превышает какие-то консервативные прогнозы и оценки. Что это значит для страны, для экономики, для россиян? Потому что есть такая точка зрения, что война для экономики – это хорошо, что она локомотив, что она тащит все вперед. Ну вот, смотрите, сразу несколько вопросов. Хорошо, плохо вы, локомотив – это разные вопросы, но давайте попробуем разобраться. Война для россиян кое-каких – хорошо. Вот нельзя теперь употреблять слово «россияне», полагая, что это некая такая монотонная совокупность. Это, кстати, очень сильно отличается от Советского Союза. Смотрите, Дмитрий, вот в чем сегодняшняя Россия принципиально отлична от Советского Союза? В Советском Союзе была куда больше, как вам сказать, мера единомыслия. Ну, то есть, было ощущение, что есть они, вот эти партийные бонзы, которые нас загнали в чертову мерзкую жизнь, и есть мы нормальные люди. И это было большинство. И ты практически, в общем, с любым человеком мог обменяться анекдотом, пошутить, и все понимали, что мы вот хорошие люди, а вот они, бонзы, нас загнали в идиотскую жизнь, и мы в этой жизни вот и загниваем, и ужасно. Но когда-нибудь они все-таки от нас отвалят, и мы заживем по-человечески. И это была монотонная масса, и ты ощущал, что вокруг тебя люди, которые смотрят на жизнь так же, как и ты. Сегодня это совсем не так. Совершенно не Советский Союз, а совершенно другая история. Есть масса людей, которые с восторгом разделяют взгляды к кремлевскому руководству, потому что они на этом зарабатывают. И они совершенно с тобой не согласны. Они тебя проклинают последними словами. Потому что ты портишь их картину бытия, ты угрожаешь их доходам, ты просто враг несказанный. Есть масса людей, которые на этом зарабатывают. И поэтому россияне сегодня это негодяще, если термин. Надо сегодня говорить бенефицары войны и прочее. Вот так бы я лучше сказал. Бенефицары войны на войне зарабатывают, хорошо зарабатывают, и военный бюджет для них это подарок. Это значит еще будет больше заказов, больше контрактов, больше проектов, больше можно заработать, больше можно будет украсть. Ну, красота же какая, господи ты, боже мой. А для большинственного населения это катастрофа. Происходит ровно, кстати, с этим бюджетом то, что я предсказывал полтора года назад. Я тогда записал цикл лекций на ютубе о будущем России. Я сказал, что, ребята, вас ждет очень сильное сокращение социальных расходов. Как видите, бюджет именно с этим и пришел. Сокращение социальных расходов, это было легко. Я тогда написал, ребята, вас ждет повышение налогов. Как видите, оно уже состоялось. Ну, я сказал, что будет повышение всех платежей. Оно состоялось. Посмотрите сейчас то, о чем россияне мало знают, но для людей это квалифицированных, это страшная тема. Россиян практически отрезали от судебной защиты. В 10 раз повысили пошли за судебные иски. Ты теперь не можешь защищать свои права. Даже если тебя там обсчитают на сколько угодно от тысяч энергетические структуры, то ты теперь в суд пойти не можешь, потому что кроме того, что ты должен будешь сначала заплатить ей все долги, ты должен будешь сначала еще заплатить огромную пошлину, которая тебе совершенно не по карману. То есть ты практически теперь лишен судебной защиты, своих гражданских прав, потому что пошлины теперь невозможные, невероятные. Это все происходит. Государство отнимает все деньги на войну, он само же население. Поэтому большая часть страдает, большая часть будет беднеть и будет жить все хуже и хуже. А вот бенефициары будут жить неплохо. Ну, как вы представляете себе вот этот класс, да, бенефициары и невенефициары? Сколько это человек, сколько это процентов от населения? Потому что, по моим ощущениям, ну, как бы так, субъективно, огромная часть занята в госсекторе и в качестве чиновников, и в госкомпаниях, и в бюджетных предприятиях. И как будто вот все эти люди, да, они так или иначе где-то что-то могут получить кусочек от программы. Нет, не так, не так, смотрите. Значит, смотрите, в чем вы правы, что огромная доля, значит, статистика примерно говорит так, что 50% трудоспособных населений России, работающих, они заняты в госсекторе. Половина, да, это все правда. Но не все они бенефициары войны. Бенефициары это те, кто работают на военных заводах, и то, в основном, не столько работяги, сколько, значит, инженер-технический, менеджеральный персонал, вот они получают хорошие деньги, и это для них хорошо. Рабочие, ну что, они получают хорошую зарплату, стабильно получают, так что в какой-то степени бенефициары, ну, такого, труба пониже, дым пожиже, но бенефициары. Дальше, все, кто поставляет сырье, комплектующие для военной промышленности. А это много чего, это вся, в общем, черная металлургия, цветная металлургия, вся же не... Химия, которая поставляет какие-то материалы тоже для военки, они все выигрывают. Легкая промышленность, которая шьет одежду, обувь и белье для армии, да, пищевка, которая делает сухие пайки и прочие продукты питания для армии, они все выигрывают. Что вы? Те, кто перевозит грузы, все эти люди, которые осуществляют всякого рода обходные операции по доставке того рода военного назначения через третьи страны, в этом задействованы, я подозреваю, уже очень много людей. Это все люди, которые, в общем, очень неплохо зарабатывают на войне. Для них это золотая полоса, они стали зарабатывать, может быть, больше, чем разрабатывали прежде. Они будут хотеть войны всегда. И будут голосовать за любую политику, даешь войну всегда, что вы. Ну, при этом есть инфляция, которая колоссальная, 9%, больше, чем Центробанк планировал раз в два, по-моему, да? Насколько ее эффект может погаситься и гаситься в данный момент рост на зарплаты, которые все равно есть, которые все равно существуют? Ну, тут тоже сложно смотреть. Значит, во-первых, сколько таких людей, которые все это получают? Вы задали вопрос, я не ответил. Да, давайте вернемся, и потом инфляция. Значит, ну, во-первых, сколько таких людей? Есть какие-то попытки оценить, они грубые, понимаете, что мы не можем это сделать, и все время какие-то появляются новые повороты. Та же, скажем, фармацевтическая промышленность, которая поставляет для больниц лекарства. Да, врачи, которые, значит, работают в военных госпиталях, получают экстренную плату за то, что они обслуживают, значит, раненых на фронтах войны. То есть, на самом деле, это довольно большая уже группа людей, которые зарабатывают. Ну, есть грубые оценки, они так в широком диапазоне, точнее, мы сказать не можем, не просите от нас слишком много, от 15 до 30 миллионов. Это большая группа. И 140, 15, это, ну, в общем, 10-20% населения. Но остальные 80-90, они в беде. Они в беде, они ничего не получают от войны, только на войну тратятся. И это как бы вот, ну, они финансируют войну своими расходами, своими доходами, они своей жизнью финансируют войну. Они несут коллективную ответственность за войну. Это абсолютно правильная точка зрения. Мне кто-то недавно в комментариях написал, абсолютно правильно сказал, что да, россияне уже несут коллективную всей нации, всей страной ответственность за войну. Ну, потому что, ну, смотрите, да, вот не называйте цифру 9%, это же инфляция в целом по экономике, да. Это довольно сложная цифра. Есть другие оценки, и мы, экономисты, которые пытаемся реально понять, что в России происходит, они просто берем, как некоторые профессора МГУ, статистику Росстата, и считаем, что ничего другого нам не дано в отчетности. Сейчас все поняли, о ком речь идет. Ну, неважно. Значит, мы берем, скажем, данные Рамира, которая, значит, отсчитывает инфляцию по реальной картинке покупок, по чекам. Вот у них инфляция 23% в год для потребительских товаров, 23%. А насколько у вас индексируют пенсии в России? На 5-7%. Значит, что означает? Это значит, что вы 15-18% каждый год у пенсионера падают реальные доходы. Покупательная способность пенсии на 18-15% каждый год снижается. Ну, вот эта картина реальная. Он от войны только проигрывает, он от войны ничего не получает, он только теряет. Бюджетники тоже не все получают. Есть бюджетники силовых ведомств, которые получают прибавку, а есть бюджетники, которые работают, значит, в образовании, в библиотеках, в культуре. И они ничего не получают, им ничего не дают. Они будут только беднеть и отдавать свои деньги на войну. Вот эта картина такая. Про рост зарплат. Может, он каким-то образом... Да, рост зарплат, он был, и он затухает. И это, в общем, понятно, потому что рост зарплат состоял как бы из двух компонентов. Первый компонент – это рост зарплаты в военном секторе. А второй рост в грозанском, значит. И вот оба они начинают приходить к концу. Почему? Давайте объясню. Значит, когда ты повышаешь зарплату в военном секторе, ну, все радуются, кричат, ну, это же хорошо, там много платят, давайте уйдем работать на военку. Ну, славно, но ты когда повышаешь зарплату, то у тебя издержки производства оружия растут. Ну, давайте залезем в такую страшную тему, как вот экономика военного производства. Конкретная экономика, не теория, а конкретная. Значит, ты платишь рабочему, который точит снаряды больше, чтобы он пришел к тебе работать. Значит, если он пришел к тебе, работает, ты платишь больше. У тебя издержки производства снаряда растут. Но ты этот снаряд продаешь государству. На это бюджетный заказ. Значит, на бюджетный заказ Минфин выделяет некую сумму, исходя из фиксированной цены снаряда. Если у тебя издержки производства снаряда выросли, то это не факт, что тебе поднимут цену. Потому что Минфин выдал определенную сумму на военные расходы. И Минобороны не может получить столько денег, сколько он бы хотел вообще априори, потому что есть обраничения. Поэтому, когда ты повышаешь зарплату даже в военном секторе, ты в конце концов упираешься в то, что ты не можешь поднять цены. Опять не надо говорить, что это я придумываю, и что это нельзя никак проверить. Возьмите выступление господина Чемизова. Можно найти его в интернете, где он очень жаловался, что он пытался поднять зарплату с моим рабочим на 10%, тут же уперся в то, что ему закупщики от Министерства обороны не готовы такие цены финансировать. Поэтому даже в военном секторе зарплата упирается в стенку и очень сильно расти уже не будет. А в гражданском секторе оно уперлось в то, что денег нет на повышение зарплаты. Но опять давайте в экономику залезем. Если я повышаю зарплату работнику, то работник радуется, но у меня сокращается прибыль. Чтобы это не происходило, чтобы работник был счастлив. И я был с прибылью. Мне нужно, чтобы работник получал рост зарплаты меньше, чем вырастет его производительность труда. Тогда у меня не вырастут издержки производства, тогда я не потеряю прибыли, я могу заплатить рабочим больше, не ущемив себя как владельца бизнеса. Но для того, чтобы росла производительность, мне нужно ставить новое оборудование. Это в России сегодня крайне трудная задача. Закупить оборудование, инсталлировать его, найти новые технологические процессы. Для этого нет ни возможности, ни поставок, ни денег нет. А если я не повышаю производительность, и просто повышаю зарплату, то рабочие, конечно, радуются, но я, как владелец бизнеса, остаюсь без прибыли. А зачем мне бизнес, который меня не корнет в прибыль? Я его закрою. Поэтому мы пришли к остановке роста зарплаты. Собственно, мы по статистике видим уже в последние месяцы, что рост зарплаты то идет, то прекращается, то снова начинается. Он уже дергается. Нет такой непрерывной полосы. Что будет дальше, трудно сказать. Но, скорее всего, роста зарплаты не будет. А цены будут расти дальше. Цены будут расти дальше, потому что Центробанк ничего с инфляцией сделать не может. Центробанк 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 Продолжение следует...